Идёшь в банк, и у тебя выясняется, что у тебя тот старый первичный паспорт СССР 96-го года раньше был недействительный, а сейчас является действительным. Да, именно. Ничего себе. А поскольку меня нет в базе данных, то есть судебные приставы, это дело я уже объяснил, кладут в стол и всё. И на этом всё закончено. Мой паспорт самый первый, которым не выдавался Советского Союза. Я иду к ним опять же в Сбербанк, и мы проверяем этот паспорт, и он опять является действительным. Ну, интересно, интересно. Не считаю себя физлицом. Себя считаю живым человеком. Там, где ход, там и выход. Сдал на обмен, и его, то есть, не получал. Признали ошибку. Я не нуждаюсь в опекуне. А ручку какую использовал? Да, я ничего не платил. Шикарное решение. Я в систему МИР не вношусь. Я выпадаю из юридического поля Российской Федерации. То есть, я в эту систему не попадаю. То есть, юридически меня в Российской Федерации как бы не существует. Юридическим претензий предъявлять некому. Я обрубил им концы, а истребовать не с кого. То есть, они даже исполнительное производство не могут открыть? Да. На госуслугах у тебя по нулям всё? Всё по нулям, да. Он отказался недействительным. И я уже без паспорта почти год. Паспортом РФ не пользуешься, да? Займел себе паспорт СССР. Я опять вернулся в юрисдикцию СССР. И у меня заработал этот паспорт Советского Союза 96-го года. На данный момент действительно. Акт об уничтожении требовал? На самолёте летал? Водителю предъявлял. Глаза на лоб не вылезли? Ездил я на электричке. В РЖД, да. Я покупал билеты по этому паспорту. Да он у тебя является недействительным. У нас сейчас другое государство. Открыли Ельцбербанк ещё. Забирали сотрудники полиции, проверяли всё и отпускали. Объяснение, протокол. А ты не думал через суд продавить? А как ты в суд заходил? Налоговая подала на меня в суд. Они этот пункт сняли. Я пришёл опять в суд через полтора часа. На стырны. Он вскочил и удрал. Первый акт он закрыл. Водительское удостоверение, как удостоверение личности. Они сразу в агрессию всех. Орать, визжать. У меня на данный момент два действительных паспорта. Вот так большинство народу развели. Так, предварительно хочу сказать, давай строить конструктивный диалог. Мне нужны короткие ответы. То есть, не совсем короткие, но условия необходимости и достаточности. То есть, сказать ровно столько, чтобы ответить на вопрос. Но кратко. Если им нужны будут подробности, я новые вопросы задам. Добро? Да, да, да. Хорошо. Андрей, привет. Подскажи, пожалуйста, что у тебя там за ситуация? Я так понял, ты паспортом РФ не пользуешься, да? Займел себе паспорт СССР. Расскажи вкратце, что это такое. Да, Антон. В свое время я заинтересовался, как вообще мы получили паспорт Российской Федерации, когда я имел паспорт Советского Союза. Я начал копаться в документах Российской Федерации и понял, что этот паспорт Российской Федерации – это, грубо говоря, бумажка. И стал пытаться истребовать свой тот паспорт. Но мне как бы ответили, что он уничтожен. СССР, да? СССР, да, что его изъяли в 2003 году при обмене и уничтожили. Я, значит, сдал паспорт Российской Федерации на обмен и его, то есть, не получал. То есть, обнаружив при получении ошибки, я отказался его забирать и я уже без паспорта почти год. А ты его сдавал в связи с чем? 45 лет, утрата, утеря, кража? Нет, я его просто хотел поменять, чтобы мне он был… Ну, то есть, я предварительно в своем старом паспорте обнаружил ошибки, и я хотел поменять, чтобы мне его сделали без ошибок. И так не получилось, естественно, как бы они мне там сделали опять пять ошибок, признали официально только одну. А остальные ошибки, такие как фамилия, имя, отчество в капсулоке, печать, они не признают. Какую ошибку признали? Признали ошибку, у меня стоит штамп воинской обязанности, не соответствует приказу, тогда был еще 851 приказ МВД. А форму 1П ты заполнял? Да, заполнял. А что ты там в 18-м пункте написал? Я писал, что гражданство РФ… Так, сейчас я вспомню. А у тебя фото не сохранилось? Нет, конечно, я тогда не фотографировал, ничего. Я написал, что там есть такая графа, как вы получили российское гражданство. И, значит, я поставил, что в результате государственного переворота в 93-м году, а в 18-м пункте, я, по-моему, разъяснил более конкретно, что-то я там такое, ну, расписал в результате захвата власти в 93-м году. Что-то вот такое. Я вот сейчас точно не помню, прошел уже год. А в 18-м пункте, это ты говоришь про пункт на первой странице, скорее всего, а на второй странице, на обороте, 18-й внизу, что ты там писал? Иные сведения? Там три этих линии, ты там, по идее, должен был расписать. А, все, я вспомнил. Я написал, что не нуждаюсь… Так, сейчас, подожди, как я сформулирую, что я не нуждаюсь в опекуне. Вот так я написал. Я не нуждаюсь в опекуне. И все? Да. Какие-то закрывающие надписи, там, без оборота на меня, без ущерба, что-то писал? Нет, нет, нет. Просто я не нуждаюсь в опекуне. А роспись как поставил? Роспись поставил… Да я, честно, не помню даже. Закорючка, фамилия, цейфбай, аэро, Закорючка. Ну, какую-то Закорючку я ставил, что-то такое, но не мою. А ручку какую использовал? Ручка была синяя, обычная. Ихняя, да? Ну, я, если честно, не помню этот момент. Возможно, моя. Угу. Так, а в самом заявлении ты что указывал? В связи с чем? В связи с иные обстоятельства или что там? Какой пункт? Не-не-не, у меня паспорт был испорчен, страница была порвана. То есть, я указывал, там же как, при порче паспорта надо было платить полторы тысячи госпошлину. Как бы, чтобы это не платить, я сказал, что мне при проверке документов страницу порвали сотрудники полиции. А чем-то подтвердил это? Нет. А не требовали? Нет, не требовали. И ты, получается, ничего не платил? Да, я ничего не платил. Шикарное решение. Ну, это самое оптимальное. То есть, они же тоже являются сотрудниками полиции, ходят в форме. Просто, чтобы не платить, я сказал, что это при проверке документов мне сделали сотрудники полиции испортили страницу паспорт. Так, и получается, ты там написал заявление, что паспорт не соответствует. Ты им что-то писал в письменном же виде или просто на словах сообщил? Я в письменном виде писал на имя руководителя, потом, значит, писал на имя начальника ГУВД по Рязанской области. Они отправили опять им, спустили вниз. И у меня переписка идет постоянная. Ну, как бы, с ними я уже прекратил, они ошибки не признают. То есть, они ссылаются, тогда это было в 851 приказе, пункт 148, и они, как бы, неправильно понимают русский язык. Там же по-русски написано, что оформление реквизитов с использованием заглавных букв. А я пишу, ну, там же нету слова всех заглавных букв. А с использованием это можно приравнять, как, допустим, вот стол. Стоит деревянный стол. Он же деревянный, но он же сделан с использованием металлических предметов в виде крепления. Я это все, как бы, им расписал. Но он является, по факту, деревянным. Логично. То есть, да. И также идет по написанию реквизита фамилиями отчества. То есть, поскольку написано с использованием, это согласно правилам русского языка. Там, по-моему, 92-й параграф, что должны писаться с заглавных букв. Правильно? То есть, я, как бы, это все расписал. В итоге они, как бы, это не признают за ошибку. И сейчас, на данный момент, как бы, я с ними эту переписку прекратил. Просто паспорт не забирая. Они мне звонили. Придите, заберите. Я говорю, а зачем мне паспорт с ошибками? Дело в том, что если вы... А дело в том, что они признали одну ошибку в виде штампа. А я им объясняю. Подожди, подожди, Андрей. Ты уже говорил про одну ошибку. У меня корректирующий вопрос. Напоминаю, пожалуйста, отвечай, пожалуйста, коротко. Если у меня возникнут вопросы, я тебе задам следующий вопрос, если мне не ясно будет. Одну ошибку они признали. И что, они эту ошибку согласились исправить или нет? Они написали в письме, что подали запрос в главное управление МВД. И написали номер письма мне. И пока ничего, уже месяца 4 прошло, они мне так ответы не дали. Что ответило главное управление МВД. А в прокуратуру не ответ на обращение 559 КАП РФ не пробовал? Я написал в прокуратуру. Прокуратура присылает им же. То есть, они просто пересылают мои письма им. Поэтому я написал в генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура пересылает в прокуратуру области. А прокуратура области опять пересылает им. Поэтому я написал письмо президенту Российской Федерации. И президент уже с требованием взять на контроль. Поскольку прокуратура не исполняет своих обязанностей по законности. И просто пересылает ведомцу, на который я жалобу пишу. Так, и что президент ответил? Пока ответа нет. Вот мне пришло письмо месяц назад, что они отослали это в генеральную прокуратуру от имени президента. А что они там отослали, я как бы не знаю. И ответа нет пока. А ты не думал через суд продавить? То есть, подать гражданский или какой административный, что ли, иск? Обжаловать действия и бездействия этих должностных лиц по кассу 22? Я подавал в суд. Но дело в том, что у меня нет юридического образования. И по кассу надо, чтобы представитель был твой юридический с образованием. То есть, у меня пока, скажем так, нет такой возможности. И необходимости, самое главное. Поэтому я как бы, мне пришел ответ, что для участия нужен юрист. Я как бы пока ничего не стал дальше двигать. Подожди, а с каких-то пор нужен юрист по кассу? Я вот подавал два года назад на прокурора в суд. Сам, без всяких защитников. У меня нет юридического образования. Нет, на самом деле по кассу, если почитать, я сейчас, к сожалению, не помню. По кассу обязательно нужен по административным делам. Если я жалуюсь по административным вопросам, то обязательно нужен юрист. Ну, наверное, они уже изменили, изменения внесли. Нет, ничего нет, никаких изменений. Я как бы этот вопрос слежу. Я ходил, у меня есть друзья-юристы, но как бы втягивать в это они не хотят залазить, поскольку они мне сказали, что я ничего не добьюсь. Я уже сам начал понимать, поскольку у меня было очень много судов в Российской Федерации, что суды Российской Федерации, они работают на Российскую Федерацию. Это ясно, ясно. Смотри, я тебе точно скажу, два года назад я подавал иск именно по кассу 22. Через персону, там получается, приходил на заседание один, ну как один, там ещё слушатели, там ещё не было этого кризиса, то есть слушатели были, и я по кассу 22 один разговаривал. Никаких там высшего образования юридического не требовалось. Ну, дело в том, что судьи у нас некоторые до сих пор являются неграмотными и, может, просто этот момент упустили. Мне, наверное, попался такой судья, который это не упустил, и он мне всё расписал в определении, поэтому я всё проверил, да, действительно, это так. Ну, скорее всего, законодательство изменилось, надо будет перепроверить. Так, дальше что, вот ты остался, получается, год назад без этой бумаги, да, паспорт РФ, и что, ты решил паспорт СССР получить? Во-первых, как бы надо понимать, что когда я оставался без, когда я, вернее, планировал остаться без паспорта Российской Федерации, я понимал, что без него будет сложно. Поэтому я, как бы, нашёл решение Верховного суда, который своим решением подтверждает водительское удостоверение как удостоверение личности. Номер решения не помнишь? Я его вожу с собой в бумажнике, как бы, оно у меня есть, ну, оно называется АКПИ 16-784 от 15.09.2016 года, Верховный суд. Ты его показывал кому-нибудь? Да, допустим, вот на главпочтампе, не на главпочтампе, а на почтампе у меня сначала мне отказывали по водительскому удостоверению в получении корреспонденции, потом я это решение распечатал, отнёс им, и, как бы, сейчас у меня, скажем, проблем с этим нету в получении корреспонденции. А там что сказано, что водительские права являются удостоверением личности? Поскольку водительские права делаются с использованием паспорта гражданина Российской Федерации, они являются удостоверением личности. То есть, получается, можно, сколько там права-то на 10 лет, да, выдаются? Права на 10 лет, да. То есть, соответственно, если у тебя есть это время, ты можешь, как бы, вполне логично сдать свой паспорт, то есть, выйти из... То есть, надо, опять же, понимать, вход там, где выход, правильно? То есть, соответственно, я сдал свой паспорт, и я не числюсь... Ну, как не числюсь? Дело в том, то, что, опять же, в приказе МВД там же четко написано, что если я в течение трех месяцев не забираю паспорт, я в систему МИР не вношусь, это, которое все паспорта туда вносят. И, соответственно, я выпадаю из юридического поля Российской Федерации. Подожди, что за систему МИР? В приказе по выдаче паспортов человек, получивший паспорт, попадает автоматически в систему МИР. Она так и называется. Система МИР – это система, как раньше в Советском Союзе была система ГИС. И когда, если я паспорт свой не забрал, то есть, я в эту систему не попадаю. То есть, юридически меня в Российской Федерации как бы не существует. То есть, допустим, ладно, чтобы ты понял, судебные приставы, перед тем, как найти человека, они заходят в эту систему МИР. Если такого человека не видят, то есть, юридически им претензии предъявлять не к кому. Понимаешь? А есть же другие системы, типа РАИ, БД, полицейские какие-то, внутренние, городские, есть общие по стране. Не, ну мы сейчас конкретно же говорим про паспорт. Ну да, ну ты, подожди, ты зашёл со стороны судебных, подожди, подожди, мы говорим про систему МИР, а не про паспорт. Что паспорт регистрируется в этой, в системе МИР. Ты говоришь, что приставы используют эту систему, а полицейские используют её, потому что даже если они не найдут в системе МИР паспорт, они, скорее всего, залезут в систему свою внутреннюю, у них есть РАИ, БД. То есть, они есть двух типов, как минимум, я знаю. Это городская и по всей стране. Федеральная, да. Да, да, да. Но, насколько мне известно, что судебные приставы работают именно через систему МИР. Поэтому, как бы, сдав свой паспорт, я обрубил им концы, и поскольку я так же не оплачиваю ни коммунальные, на меня там и в суд подают, и это. А истребовать не с кого, поскольку у меня такого человека там нету. И они просто, ну, как бы, в ящик откладывают, и всё. То есть, исполнительное, ты заходил на сайт fssp.ru, проверял, там есть исполнительное производство на персону? Нету. То есть, они даже исполнительное производство не могут открыть? Да. А судебные дела заводят, то есть, иски принимают? Ну, смотря от кого. От физических лиц, я думаю, принимают, конечно. Дело в том, что я физическим лицам никому не должен. То есть, только юридическим. Ну, я имею в виду, юридические, там, не знаю, управляющая компания, налоговая, ещё кто-то подают иски? Меня пока налоговая только подала, я, как бы, суд проиграл, и то одну статью я отбил в студии, они её сняли. Подожди, подожди. Это вот в этот год, в то время, когда у тебя... Уже паспорта не было, да. Это был сентябрь, сентябрь, ноябрь месяц, ноябрь месяц. Паспорт у меня в августе, то есть, я сдал. А как ты в суд заходил, по удостоверению этому водительскому? Конечно. Получается, они подали иск, да, налоговая? Решение было не в твою пользу, то есть, на персону повесили там какие-то долги, по идее, должны были передать судимым приставам, правильно? Смотри, давай всё по порядку. Давай, послушаем. Налоговая подала на меня в суд по двум пунктам. Первый – это налог за квартиру, и второй – это транспортный налог, то есть, у меня две машины, за две машины, за 2018 год. В суде я заявил, на каком основании вы просите налог за квартиру, когда мой дом построен в 70-м году и стоит на балансе СССР. Как бы у вас есть акты передачи? Естественно, таких актов у них нету, они этот пункт сняли. А на второй пункт, который транспортного налога касается, я также заявил, то есть, я назвал его дорожным, дороги принадлежат Советскому Союзу, вам ничего не принадлежит. Они мне парировали, что это транспортный налог, а ваши транспортные средства стоят на учёте в ГИБДД Российской Федерации. И, соответственно, суд принял решение, естественно, мне платить по второму пункту, а первый пункт они сняли. И решение-то какое? Взыскать что-то или нет? Решение – взыскать с меня транспортный налог. С персоной? Да, с персоной, естественно. Так, и что дальше? Это когда было, в ноябре, да? Это было в ноябре месяце, до 2020 года. То есть, сколько, получается? Ну, прошло уже полгода, наверное, больше. Десять месяцев. Сейчас какой у нас? Пятый? Шестой уже. А, шестой. Ну, считай, пять целых. Вот пять, шесть. Больше полгода прошло, да. Больше полгода. Так, и что? Исполнительное производство и спор не появляется, да? Нет, конечно, да. Но там, по идее, до трёх лет они могут? Нет, до трёх лет, если у меня налог за 2018 год, то он у меня в этом году заканчивается. То есть, они могут взыскать только в течение трёх лет с меня. Если до 31 декабря 2021 года они с меня это не взыскивают, то дело аннулируется. По закону Российской Федерации это так. В течение трёх лет они могут только взыскивать. А с какого момента? С момента подачи иска или с момента вынесения решения? С момента моей задолженности. А, возникновения задолженности. Да, то есть, я оплачивал, должен был оплачивать, и суд, вернее, налогу я подала на меня в суд за налог 2018 года. Поскольку, как бы, сейчас уже у нас 2021 год, этот год является последним. Это я консультировал с юристом. То есть, если до 31 декабря они с меня это не взыскивают, то он автоматически долг, ну, как бы, гасится, я так понимаю. Ну, и, соответственно, дальше будет 2019-2020 год идти вот как по нарастающей. Они будут на меня в этом году подавать за 2019 год. А подавать они, опять же, ну, поскольку он есть, и он сформирован на персону такую-то, то есть, они просто вынуждены будут подать, потому что так гласит закон Российской Федерации. Естественно, они опять подадут. А поскольку меня, как бы, нету в базе данных, то есть, судебные приставы, это дело, я уже объяснил, кладут в стол, и всё. И на этом всё закончено. Подходит 20, ну, когда проходит 3 года, они его, то есть, убирают, и всё, и спасало. А ты как-то проверял, с чего ты взял, что тебя, ну, твоей персоной нету в этой системе МИР? Я, как бы, это тот не проверял, но у меня, во-первых, есть подключен госуслуги, на госуслугах я, как бы, у меня подключен кабинет, и у меня там долгов никаких нету, вернее, судебных долгов, судебных решений. А ЖКХ, там штрафы, что-то вообще какие-либо суммы появились? Это просто штрафы, да, штрафы тоже со штрафами интересная такая была у меня история. Я, как бы, штрафы за превышение ходил, отбивал, и они также потухли, а штрафы это ещё март, апрель 2020 года, и также они не возникают у судебных приставов, их просто нету. Я также дела проиграл, и уже прошло больше года, и нету ни уж у судебных приставов, их просто нету. А в госуслугах? Ну, в госуслугах. Я это имею в виду, что они, как бы, судебной задолженности у меня не имеются. Там же в госуслугах судебная задолженность, это имеется в виду судебные приставы. Нет, нет, там разные источники, фссп.ру, он показывает только исполнительное производство, на госуслуге, а там с разных источников подтягивается информация. На госуслугах у тебя по нулям всё? Всё по нулям, да. Ясно. Ты говорил про какую-то систему ГИС ещё, это что за система? ГИС – это государственная информационная система, она существовала в Советском Союзе, в принципе такая же, как система МИР, и когда в 96-м году я получал паспорт Советского Союза, то есть меня автоматически включили в эту систему ГИС. И когда я сдал свой паспорт Российской Федерации, я пришёл в Сбербанк, и мне нужно было совершить операцию, связанную с паспортом. Я свой новый паспорт знал, серию номер, поскольку он у меня был сфотографирован, я говорю, ну вот, есть серия номер, они пробили, он оказался недействительным, новый паспорт, который вот мне хотели выдать, и от которого я отказался. Он отказался недействительным, я говорю, ну давайте старый забьём, который я сдал, он оказался ликвидированным, но… Подожди, 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 старый какой, уточняй, пожалуйста, эрефовский или СССРовский? Старый эрефовский, который я сдал обменять на… ну, чтобы мне новый паспорт твой дали. Да, вот ещё хотел добавить, с 2003-го, когда я сдал на обмен паспорт Советского Союза, у меня был один паспорт до 2016-го, а в 2016-м российский этот паспорт мне пришлось опять поменять, поскольку в нём также была порвана страница, которая, я сказал, что это было порвано сотрудниками полиции, и он у меня был действителен до 2020-го года, до 28-го июля, если я не ошибаюсь. То есть он оказался ликвидированным, новый паспорт недействителен, и что… я говорю, а что мне делать? Они говорят, ну, мы не знаем. И я иду домой и вспоминаю, что у меня есть фотография свидетельства о рождении, где у меня стоит мой паспорт, самый первый, которым мне выдавался Советского Союза. Я иду к ним опять же в Сбербанк, и мы проверяем этот паспорт, и он опять является действительным. А в каком году ты его получил? Я его в 96-м году получил, этот паспорт. Интересно. А получается, у тебя два действительных паспорта было? И советский, и российский? Нет, нет. Вот ты саму суть не улавливаешь. Когда я сдал, я же перед этим сказал, там, где вход, там и выход. Вот когда я получил паспорт Российской Федерации, я встал на миграционный учёт Российской Федерации, как мигрант. Когда я этот паспорт опять им отдал и не получил его, я уже мигрантом в Российской Федерации не являюсь. Я опять вернулся в юрисдикцию СССР, понимаешь? И у меня заработал этот паспорт Советского Союза. Это я понял. Вопрос в другом заключается. Вот смотри, просто поясню. Нет, вопрос был конкретный. У тебя было два паспорта. Я тебе ответил, что когда у меня был паспорт Российской Федерации, тот паспорт, он не был действительным в Сбербанке. Я ответил на вопрос. А ты уверен в этом? А когда я сдал? Да, я уверен. Я ходил, специально брал с собой человека, то есть, из нашей здесь, ну, знакомую. И мы ходили с ней вместе в Сбербанк, и она всё сама видела лично, своими глазами, что мой паспорт Советского Союза 96-го года на данный момент действительно. Подожди, дай мне, пожалуйста, задать вопрос полностью. На данный момент ты выяснил, что у тебя действительно старый паспорт СССР, а все остальные недействительные либо ликвидированные. Меня интересует ситуация, ну, скажем, полтора года назад, до того, как ты решил всё это затеять с паспортом. На тот момент у тебя, получается, был на руках действительный паспорт РФ, ещё не с порванной страницей. А вопрос в следующем. А был ли на тот момент, полтора года назад, действительным паспорт СССР? Я думаю, что нет. Ну, вот, видишь, тут, ну, как бы, да. Я тебе объясню, почему. Я тебе объясню, почему. Потому что в 2019 году я получил новый паспорт СССР. В 2019 году. И у меня был на руках до 28 июля 2020 года был у меня на руках паспорт Российской Федерации. Это который? Ты же вроде все сдал. Я сдал его в 2020 году. А паспорт Советского Союза я получил в 2019 году. Новый уже паспорт Советского Союза. А, я думал, ты его позже получил. А ты его раньше, да, заполучил? Нет, конечно. Я его сначала сделал, подготовился к этому Димашу, так сказать. То есть, что я буду сдавать паспорт Российской Федерации. Я получил паспорт Советского Союза. Потом я уже начал сдавать вот этот паспорт Российской Федерации. Я его как бы сдал. И, соответственно, у меня всплыл тот паспорт, еще который я самый первый получал в 1996 году в Сбербанке. То есть, и когда я пошел уже после этого, хотел получить, открыть счет, по новому паспорту, который я получил в 2019 году, Сбербанк мне отказал в этом. По СССРовскому? По новому СССРовскому? Да. По новому СССРовскому, да, я хотел открыть счет в Сбербанке. Сбербанк мне в этом отказал. И, соответственно, у меня тот там действует, как бы у меня даже есть бумага, которую мне выдал Сбербанк, что он у меня является действительным, этот паспорт, тот, который я получал в 1996 году, самый первый паспорт. То есть, по логике получается, в 2019 ты получаешь паспорт СССР, потом на следующий год сдаешь РФовский, идешь в банк, и у тебя выясняется, что у тебя тот старый первичный паспорт СССР 1996 года раньше был недействительный, а сейчас является действительным? Да, именно. Ничего себе. И они мне дали, у меня даже есть распечатка, где написано, что тот паспорт действительный. А ты мне можешь это прислать, там, фото паспорта, я все замажу, либо сам замажь, этот выписку из банка, бумаги, документы подтверждающие? Надо поискать, где-то у меня здесь есть, конечно, могу прислать. Поищи, пожалуйста, я замажу все. Вопрос. В паспорте РФ, ты его как, в руки брал при получении? Конечно, конечно. Ты успел там расписаться? Я его смотрел. Я вообще не расписывался, поскольку я знал заранее, что я не буду его забирать. А с формой 1П ты что-то делал, там, уничтожил или забрал? Нет, оставил им? Они мне ее не давали в руки. А как же ты писал в ней что-то? Я писал при сдаче документов. А когда пришел получать, они мне форму П1 в руки не давали. Ну, ты что там писал? Они мне ничего, я там не писал. Они мне паспорт дали для проверки, а когда я сказал, что в нем есть ошибки, они сразу в агрессию все, там, весь отдел вступил. Какие ошибки? Я им все ошибки перечислил. И они как бы, ну, начали там орать, визжать, можно даже так сказать, потому что женщины. И, соответственно, как бы, ну, я и ушел. А дальше уже письменно все, в письменной форме. В начале разговора мы с тобой обсуждали, что ты там на лицевой стороне написал в форме 1П. То есть, ты там говорил... Ну, это я писал, когда я сдавал старый паспорт. Понимаешь? Когда я старый паспорт сдавал, когда заполнял форму 1П, я все это писал. В самом начале, когда я сдавал... А, все, ясно. А при получении ты даже не видел форму 1П? А при получении я даже ее не видел. Все, ясно. Мне ее просто не давали. Ну, интересно, интересно. И что ты вот этот... Давай поподробнее про этот паспорт СССР. Ты где его получил? Когда? За сколько? Денежку платил? Нет? У нас, ну, это в каждом городе, есть профсоюз СССР. Я как бы что-то в интернете копался и на них наткнулся. Приехал к ним в офис. Говорю, а вот как вот... Ну, и что-то разговорились с руководителем. Она говорит, да ехай в Москву, да получай паспорт. Ну, я прям тут же собрался. Единственное, там как бы я заплатил, по-моему, 300 рублей. Они мне подготовили справку здесь, в нашем городе. Я с этой справкой поехал туда уже к ним. И все, получил вот этот паспорт уже новый, СССРский в 19-м году. Он какого образца? Он образца 74-го года. То есть, он все, он соответствует. То есть, меня с этим паспортом забирали сотрудники полиции, проверяли все и отпускали. У меня там указана прописка. То есть, все у меня там, все как надо. Паспорт, на экспертизу паспорт не забирали, ничего. Ну, меня как бы забирали и с ним отпускали всегда. Там регистрация или именно прописка? Прописка. Он заполнен как того следует на тот момент существовавшее законодательство в Советском Союзе. Получается, у тебя сейчас на данный момент два действительных паспорта. 96-го и 2019-го, правильно? Оба СССРовские. У меня на данный момент два действительных паспорта. Но, когда я узнал, что у меня тот паспорт действительно от 96-го года, я попытался вновь как-то получить этот паспорт, на что они мне в письменной, опять же, форме ответили, что паспорт уничтожен. На что я ответил, что документы такого рода должны храниться не менее 70 лет. Есть закон, я уж там им привел все это. Но они как бы уничтожили, нарушив закон. Но мне как бы тоже времени не было этим дальше заниматься. И я как бы у меня вот их не ответ последний, где-то в папке лежит. Соответственно, можно там дальше газануть с ними, поскольку они, получается, что нарушили закон, уничтожили документ, правоустанавливающий гражданина другого государства. А акт об уничтожении требовал? Нет, конечно. Потому что мне, я объясняю, пока этим заниматься некогда. У меня там работы полно. Ну и как бы я сейчас не особо как бы настроен. Я тебе просто, чтобы ты понимал, мне без паспорта Российской Федерации живется ничем не хуже, когда он у меня был. Поскольку я везде пользуюсь удостоверением личности водителя. Я хожу в суды по нему. Меня везде пускают, нет никаких проблем. Судьи понимают, что я прав. Я их отсылаю к этому решению Верховного Суда. И, соответственно, они замолкают. Сначала они все в агрессию вступают. А когда я отсылаю к этому решению, они все понимают, что я в курсе. И у меня как бы проход в суды именно по водительскому удостоверению. Интересно получается. Водительские права действительны, являются суды средним личности, но выданы на основании уже недействующего паспорта. Да, да, да. Так гласит решение суда. Они же выданы мне в тот момент, когда я был документирован паспортом Российской Федерации. Поскольку на тот момент водительское удостоверение мне выдавалось именно по этому паспорту, значит, претензий нету и все нормально. Почему ты не пользуешься вот этими старыми, ну, точнее, СССРовскими паспортами и новым, и старым? А старого у меня нету, его изъяли при обмене в 2003 году. А новым паспортом почему? Я пользуюсь, я билеты по нём покупаю. Билеты куда? Ну, куда я ездю, туда и покупаю билеты. Интересует, подожди, Андрей, интересует конкретный вид транспорта, поезд, что? Ну, вот на автобусе я ездил там прям буквально две недели назад. На самолёте летал? Нет, на самолёте не летал. На поезде? Нет, на поезде тоже не. В маршрутках между городами такие газельки маршрута передвигаются, использовал там? Автобусы междугородние. А где предъявлял, в кассе или водителю? В кассе. И я не помню, водителю, по-моему, нет. А, да-да-да, водителю предъявлял, да, тоже. Глаза на лоб не вылезли? Нет, не вылезли. Ну, у него, естественно. Да ему, если честно, мне кажется, даже не ему, а там заходит с вокзала женщина, когда проверяет билет, ты показываешь билет и паспорт, и им, если честно, мне кажется, по барабану. То есть, никто лишних вопросов никогда не задавал. Ездил я на электричке, также билет брал на вокзале. То же самое абсолютно контролёром при посадке в поезд. Ну, не контролёром, а проводницей. Ей тоже по барабану. Вот. В РЖД, да, предъявлял? В РЖД, да, естественно. Отлично. А этот, подскажи, ты говорил, в полиции задерживались. В связи с чем? А задерживали в суде судья, поскольку я судился со Сбербанком, и именно по этому паспорту, который выдан мне в 2019 году, за отказ в открытии мне счёта. То есть, и естественно, при проходе в суде я именно этот паспорт и предъявил. Ну, судебные приставы позвонили судье, и она распорядилась вызвать полицию и отправить меня в полицию. Это дело было в Москве, в Гагаринском суде. Когда? Это был 20-й год. Вот месяц не помню, не буду врать, но это конец был, это была осень, осень это была. На тот момент ты уже сдал этот паспорт Ревский? Я уже сдал, да, его. Больше трёх месяцев прошло? Нет, ещё тогда не прошло, потому что я сдал его 28-го июля. Это был, наверное, или октябрь, да, это что-то было 28-й октября. Ну, прошло там полтора, ну, сколько, месяц прошёл, получается, сентябрь месяц. Это был октябрь, ну, два, может, месяца прошло. У тебя при себе при задержании были какие-то другие документы, кроме паспорта СССР? Не было. Не, ну, у меня водительское удостоверение было, но, как бы, я его не предъявлял нигде. Полицейским ты показал только один документ, это паспорт СССР, да? Да, я покупал, когда ездил в Москву, я покупал по нём билет, я полицейским показал, что я, видите, купил по нём билет, то есть, когда, чтобы в Москву приехать. Соответственно, как бы, я дал им паспорт, они проверили меня по базе данных, что такой существует человек, и всё, и меня, как бы, отпустили. А изначально тебя в связи с чем задержали? В связи с тем, что судья... Не-не-не, требования полицейских пройти с нами, там, в связи с чем? В связи с тем, что судья сказала, что мой паспорт не является законным документом на территории Российской Федерации. По подозрению в подделке документов? Ну, это не было так сформулировано, я сформулировал именно так, как было доведено судьёй, что мой документ не является юридическим документом на территории Российской Федерации. А полицейские какие бумаги составляли? Объяснение, протокол? Объяснение. Объяснение на что? Было заявление от судьи письменное? Как я... Не было, конечно, никаких заявлений. Как я оказался в Москве? Вот такое было объяснение. Как я вообще оказался здесь? У меня другое место проживания. Ну, соответственно, я всё написал, что у меня суд в Москве, я приехал, я покупал билеты по этому паспорту. И как бы они мне этот паспорт отдали и меня отпустили. Я пришёл опять в суд через полтора часа. Да, пришёл в суд, говорю, давайте проводить заседание. Я приехал издалека, на что судья по телефону сказал, что мы назначим новое заседание. И было ещё три, на которых я по разным причинам отсутствовал. И, соответственно, суд вынес решение в пользу Сбербанка отказать мне. Но решение до сих пор мною не получено. Решение было в январе месяце этого года. И вот полгода почти что я не могу получить это решение. Я уже писал вторичный запрос. Они мне его просто не хотят давать, это решение. Суда на каком основании они мне отказали. Потому что у нас прения были долгие в письменном виде, естественно, поскольку я не ездил. И я считаю, что они мне не имели права отказывать. Суд должен был встать на мою сторону, я так считаю. И поскольку мне вынесено было решение не в мою пользу, соответственно, я запросил у них решение суда. Они мне отказывают всячески в этом получении. Как ты узнал, что решение не в твоей пользе? На сайте суда написано всегда в пользу кого? Ответчика или боиса. Я выступал в роли иса. То есть написано, в чью пользу вынесено решение. Ты писал в ульземлении на ознакомление с материалами дела? Я материалы дела не писал. Почему? Потому что они мне все присылали в письменном виде. То есть если, допустим, ответчик писал свои возражения по Гражданскому кодексу, он пишет в суд одно, а второе мне. То есть у меня все документы, они есть. Не, я тебе не про это. Подожди. Мне было необходимости ознакомливаться с материалами дела. Необходимость есть. То есть решение находится в материалах дела. Если ты ознакомишься с материалами дела, ты увидишь решение. Ну я у них пытаюсь запросить это решение, они мне отказывают в этом. Понимаешь? Они мне просто не отвечают на мои письма. Ну вот я тебе подсказываю способ. А где он, что суд находится в другом городе? А у меня как бы очень много своей работы. Мне некогда ездить, что называется, заниматься еще другими вопросами. Я еще зарабатываю деньги, чтобы жить в этом государстве. Понимаешь? И мне как бы надо другими делами еще заниматься. Это все ясно, Андрей. Я тебе хочу подсказать решение. Я уже тебя услышал. Нет, ты не дослушал. Андрей, Андрей, есть еще решение. Дай мне сказать. Какое? Первое, ознакомиться с материалами дела, допустим, в другом городе. Пишешь в воле заявления, я хочу, чтобы материалы дела были пересланы в суд по месту жительства, местонахождение в другой город, то есть к себе. Они присылают это дело к тебе в твой город, в суд твоего города, где ты сейчас находишься. И ты идешь и знакомишься с материалами дела. Так, а второй еще? Пути обжалования. То есть жалоба в ККС, председателю суда обоих судов, и в том, и в этом городе, в ККС по области, и там, и там, и в ККС РФ. Плюс в Верховный суд жалобу, в Судебный департамент, Совет судей, ну, такие вот жалобы. В ККС я писал, и мне ответ пришел вообще непонятный, то есть они как бы не хотят с этим связываться, как я понял. Также мне мой знакомый юрист посоветовал написать в суд города Москвы, который является вышестоящим над районным судом. Ну, вот у меня последнее письмо было написано где-то буквы, ну, уже больше месяца точно прошло. Но я вот сейчас хочу до конца июня подождать, если они мне опять не ответят, то дальше я буду уже, ну, дальше писать просто. Там же на каждую бумажку есть определенные сроки. Я как журналист должен это знать, что журналистам отвечают в течение семи дней, но есть еще время, которое идет на передачу этого письма. Нет, нету, есть время на регистрацию, то есть подаешь. От почты до почты, то есть я вот это имею в виду, то есть они, допустим, могут тебе в течение семи дней ответить, но они передали его как только на главпочтам, это время оно тормозится, то есть и сколько оно будет идти до тебя, допустим, если ты в Сургуте живешь, может неделю, а может две, а может месяц, я не знаю. Но на это тоже есть определенные сроки, поэтому они мне должны ответить в течение месяца на мое письмо, и плюс еще вот сроки, но я так всегда грубо округляю до двух месяцев. Вот два месяца не приходит письмо, тогда я пишу новое письмо, понимаешь? Вот сейчас два месяца выйдет с момента написания моего письма, тогда я уже буду дальше действовать, пока у меня вот еще не вышли сроки. – Подсказки нужны? – В этом плане? – Да. – Ну, если будет что-то надо, я, конечно, обращусь. – Ну, сейчас я тебе могу рассказать в двух словах. – А в двух словах ты мне, в принципе, уже сказал, что мне делать. Я могу перенаправить это для ознакомления в свой город, мне этого уже достаточно. – Я тебе говорю именно про переписку, то я тебе про материалы дела разъяснял, как решение вытянуть. Сейчас я тебе хочу пояснить, как переписку правильно вести. – Переписку с кем? С судом? – С любым органом. – Ну, я, в принципе, знаю, что я и не считаю себя юридически неграмотным, то есть я понимаю, как это все делается. В принципе, наверное, нет, мне как бы на данный момент этого не нужно. – Ну, я просто слышу, что у тебя есть трудности, и я знаю, как их решить, ну, раз тебе не нужно решение. – У меня трудность. – У меня трудность, я уже объяснил в одном. Мне суд отказывает уже больше четырех месяцев в получении решения. Ты мне подсказал, за это я тебе благодарен, что я могу запросить это по месту жительства, ознакомиться с материалами дела. Но я так понимаю, что они мне напишут, что я должен предоставить какой-то документ, что я не могу сам явиться в этот суд, потому что я выступал в роли ИССА и подавал в суд, ну, то есть суд города, другого города, не своего. – Элементарно, справка с места работы. – Я не работаю, я безработный. – Ну, придумай что-нибудь. – Ну, я даже не знаю, чего. – А там, в принципе, не нужно никакое доказательство. – Ну, это мы так считаем, а сколько я был в судах, суд всегда истребует доказательство. – А временная регистрация? – Вообще не понимаю, при чём здесь временная регистрация. – Или какой-нибудь договор на оказание услуг, что заключён договор с каким-нибудь предпринимателем или некоммерческой фирмой НКО, там, допустим, какой-нибудь приют для животных или ещё чего-нибудь, оказываю услуги, там, подвоз воды или ещё что-то, и, то есть, ну, не могу приехать. – Ну, скажем так, когда меня вызывали повестками в суд, в принципе, я такой и давал ответ, что не могу явиться в связи с тем-то, с тем-то, то есть, как бы, подтверждал это какими-то бумагами. То есть, в суды, которые назначались, я не ездил, и, как бы, мне просто некогда было, я был занят, а сейчас я говорю про получение определения суда. Не определения, а решения суда. Я его не могу получить, потому что мне его никто не даёт, отказывает. Вот мне… Я не могу его, соответственно, обжаловать в вышестоящую инстанцию. – Ну, это всё ясно, Андрей. Я тебе хочу буквально чуть-чуть рассказать по поводу двух месяцев. У тебя, говоришь, ты там два месяца ждёшь. Это неправильно. Через месяц пишется жалоба в прокуратуру по 5.59 КАП РФ. Это не ответ на обращение по закону 5.59 КАП РФ. И плюс ускорение как делается. То есть, прокуратуру жалобы, плюс ещё звонки, плюс я вот блогер. Я ещё… У меня один раз, вот мне тоже не хотели выдавать решение. Так я вышел в прямой эфиры за рабочий день с 8 до 5, сделал 81 звонок в прямом эфире. И всё-таки мне это решение выдали. То есть, я использую любые способы и методы, естественно, законные, которые позволяют ускорить их. И также я писал заявления с требованием возбудить административное дело по статье 5.59 КАП РФ в прокуратуру. Но это обычно ничем не кончается, прокуратура не возбуждается. Но прецеденты бывают всё-таки. То есть, иногда они это… Удаётся их растормошить, они возбуждаются. Но даже если они не возбудятся, и эта переписка впустую не уходит, всё равно с той стороны это начинает реагировать и идут на встречу. И сроки сокращаются во много раз. Ну, во-первых, у меня, скажем так, нету столько свободного времени, чтобы посвящать этому вопросу. Это первое. А второе, в принципе, я решение знаю, и я в следующем моём действии буду писать в вышестоящий суд о том, что мне районный суд отказывает в получении этого. Ну, то есть, это я уже знаю свои дальнейшие шаги, я знаю. По поводу двух месяцев, то есть, может, ты меня неправильно понял. Вот смотри, я отправляю из одного города в другой город. На это уходит там, допустим, неделя до получения адреса там. Потом они в течение месяца могут мне только отвечать. А потом на последний день, как они всегда делают, на 31 число или там 30-е, они отправляют на почту. И это опять идёт там, допустим, неделю. По разным причинам я там, допустим, получаю, оно лежит на почте, а я не могу его физически получить в этот же день, я ещё там недели. Я тебе про эти именно два месяца говорю, что у меня примерно уходит на каждое письмо где-то два месяца. И ускоряться мне тоже как бы нет, во-первых, нет необходимости, а во-вторых, у меня нет просто возможности этим заниматься. Если ты блогер, твой основной, может, заработок от этого зависит, как у всех блогеров, мой заработок зависит совсем от других вещей. А жить на что-то надо, понимаешь? Это всё ясно. Я знаю, как ускорить. Я делаю так, ответ предоставить на электронный адрес. Всё. Время на пересылку в одну сторону минусуется. Ну, может быть и так, но я привык работать с бумажными носителями, чтобы вот бумажка ко мне пришла, электронный адрес – это, как бы, что называется, всегда может что-то там сбиться, сбой какой-то произойти, а бумажка – это вот есть бумажка. Делай приписку. Ответ также дублируйте на адрес почтовый по такому-то адресу в письменном виде. То есть, в первую очередь на электронный адрес, а во вторую очередь на почтовый адрес. Ну, спасибо за совет. Буду, наверное, также его использовать в следующий раз. Я просто тебе говорю, у меня за три года больше 10 тысяч страниц написано, то есть, только в прокуратуре выше моего роста мои заявления о совершённых преступлениях. Ну, я думаю, что буду пользоваться данным советом. Спасибо. Могу тебе вдогонку отправить видео, ссылку на видео «Секреты переписки системы». Называется, там два часа я рассказываю, даю таблицу учёта, корреспонденции, которая очень поможет не забыть эти все 10 тысяч страниц, как минимум. И как вообще происходит схема обжалования вот этих, что делать, если не ответили, куда жаловаться и т.д. Ну, отправь, конечно, если есть возможность, отправь, я всегда рад чего-то посмотреть, изучить. Так, давай подведём итоги. Получается, с новым паспортом СССР, а где ты его ещё применял? В ОМВД, понятно, тебе там, получается, ничего не оформили, взяли объяснение просто. Да, на почте постоянно, как бы, либо правами, либо, ну, что в зависимости у меня на данный момент, либо паспортом, как бы, пользуюсь. Нет, с правами ясно. Меня интересует именно вот этот, 2019-го, образца 1974-го года, паспорт СССР. Почтовое отправление, то есть, получаю, отправляю, то есть, пока нигде больше не использовал, но вот общался с девочкой, которая получала там паспорт именно тогда, когда и я, она открыла без проблем, просто, может, у меня руководители отделения данного Сбербанка так начали в штыки воспринимать этот паспорт, а может быть, потому что у меня всплыл старый этот паспорт, они начали так со мной, ну, как бы, когда у меня два паспорта и непонятно какой, а всплыл тот, а у нее, у той девочки не было паспорта, она сразу, паспорт была документирована первым паспортом Российской Федерации в 2017, в 2000, а, в 1997 году она была документирована уже российским паспортом, как она мне объясняла, и поэтому, может, у нее не возникло таких проблем, как у меня, и ей открыли по такому же паспорту, который мы, грубо говоря, с ней в одно время получали, открыли ей в Сбербанке счет. Может быть, у меня от этого, что называется, все проблемы, потому что, когда я сдал свой паспорт Российской Федерации, у меня всплыл тот паспорт, который в 96-м году, понимаешь, я вот как бы здесь уже сам сел на мысли, ловлю, что, может быть, мне и из-за этого все вот эти вот, как говорится, проблемы, а так бы я, может, пошел бы, если бы у меня не было паспорта от 96-го года Советского Союза, то я, может быть, с этим паспортом пошел бы и без проблем оформил себе, открыл счет в Сбербанке 2019-го года, который паспорт. Получается, у тебя вот этот паспорт 96-го года, он был первичный, да? Да, он был первичный. Это был самый первый паспорт, который я получал. Ага, ну, получается, у нас с тобой примерно одинаковая ситуация и возраст примерно одинаковый. Да, мне 40 лет, я 28-го июля, через два дня после дня рождения, получил этот паспорт в 96-м году, когда мне исполнилось 16 лет по законам Советского Союза, паспорта, ты знаешь, получали 16 лет. А ты сим-карты на новый СССРовский паспорт, там банковские операции какие-то проводил, карточку получил? Нет, я такого ничего не пробовал. Вот про карточку я и говорю, про новый СССРовский паспорт, я хотел именно получить карточку, и мне отказали, поэтому я пудал в суд. А сим-карты я никогда не пробовал по нему. Ну, я думаю, вообще с этим проблем не должно быть никаких. А больше у тебя никаких задержаний не было, там, по маскам, не знаю? Нет, 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 нет. Ну, интересно, интересно. Отлично. А за рубеж ты не пытался как-то выезжать за эти два года? Если честно, я за рубеж не ездил очень давно. Это буквально начиная с 96-го года, когда я получал паспорт. А в этот, допустим, в Калининграде? Я жил в Калининграде, и сейчас жил в Рязани. И вот именно с тех моментов я как бы, как меня родители перевели сюда, и я больше никуда не ездил. А, ну понятно. Почему я про Калининград спрашиваю? Потому что он отдельно от России там, то есть надо, по идее, границу таможни проходить, чтобы туда перелететь. Ну, я там жил, да, в этом городе достаточно долгое время. И жил именно в том городе, чтобы тебе было понятно, вот ленточка на самом деле на 9 мая, она же называется не Георгиевская, а называется она Гвардейская. Я жил в городе Гвардейске. У нас весь город был в этой атрибутике. То есть, поэтому я знаю, что всех обманывают, просто обманывают, поэтому как бы это одно тоже из моих таких вот направлений. Я всем говорю, ребят, эта ленточка называется не Георгиевская, вам дурят, это называется Гвардейская, поскольку я жил в этом городе, названном в честь Гвардейской дивизии. Андрей, пожалуйста, давай по теме, у меня, ты просто не представляешь, что такое монтаж. Монтаж – это каждый час видео, которое я записываю с людьми, я потом на каждый час видео трачу 6 часов монтажа. Вот каждое твое слово обнажай на 6, мне потом это все слушать 6 раз. Я понимаю. Вопрос по паспортам. Получается, у тебя в 96-м был первичный, а вторичный ты получал там в 2003-м году примерно? Нет? Да, в 2003-м году как бы меня вынудили, чтобы я получил паспорт Российской Федерации. Я не помню, по-моему, милиция меня тогда арестовала или что-то такое, они мне сказали, что мой паспорт является недействительным, надо мне получать новый. Я пошел, ну, тогда глупый был, пошел, получил новый паспорт, мне, конечно, не надо было этого делать. А бумагу при этом никакой не предоставили, что он недействительный? Да нет, конечно, мне было 23 года. Мне сказали, да он тебя является недействительным, у нас сейчас другое государство, поэтому мы тебя в следующий раз посадим. Естественно, я такое услышав, испугался и пошел, обменял паспорт. Сдал старый, вот этот советский, и получил новый Российской Федерации. Получается, под принуждением, под обманом? Под обманом, да, именно так. Да, вот так большинство народу и это развели, получается. Конечно, конечно. Именно так все и происходит. Так, ну, благодарствую, давай, жду от тебя фотографии, просьба. Так, ты как будешь пересылать, в Телеграме или где? В Телеграме. А при отправке, обрати внимание, когда выбираешь файл, и прежде чем нажать «Отправить», там появляется галочка «Сжать изображение». Пожалуйста, убери эту галочку, иначе Телеграм это изображение сожмет так, что там ничего невозможно будет прочитать. Хорошо, попробуем. Добро. Что-то заключительное слово хочешь сказать? Касающийся паспорта Российской Федерации, вот мне хотелось бы сказать, да, то есть, учитывая, вот, по моему мнению, уже год, то есть, я паспорт сдал, мое мнение одно, что мне живется не хуже, чем мне жилось, когда у меня был данный паспорт и данный документ. То есть, в принципе, в законе Российской Федерации есть документ дублирующий, в частности, это водительское удостоверение. Вот все, что я хотел бы сказать. А по ощущениям как? По ощущениям? Но всегда, допустим, когда я прихожу в суд, и судья меня спрашивает, представьтесь, пожалуйста, естественно, поскольку я себя считаю живым человеком, я всегда представляюсь, как зовут меня так-то, сын такого-то, из рода такого-то. То есть, по ощущениям, я уже давно, как бы, не считаю себя физлицом. А избавившись от данного документа, то есть, я начал уже просто от этого кайфовать. А реакция судей какая? Ну, на всех заседаниях, которых я был, как бы, за исключением одного, это вот было с налоговой, там, когда судья меня просто выгнал, когда я ему не хотел представить. Вернее, как было. Если сказать, он сначала, когда я ему так представился, что меня зовут Андрей, я сын Вячеслава, из рода Маширониных. То есть, он сначала минутная пауза, он сидел, не понимал, потом говорит, представьтесь, как у вас фамилия, имя, отчество. Я ему говорю, вы не понимаете, меня зовут Андрей. Ну, и как бы, дальше, вот в таком духе он вскочил, объявляет 15-минутный перерыв и удрал. А ты знаешь, что произошло? Я догадываюсь, да. Первый акт он закрыл. Ты в курсе этого? Я догадываюсь, что произошло, я с морским правом немножко знаком, и, соответственно, он улетел, потом опять принуждал меня, чтобы я опять так представился. Я сказал, я не буду так представляться, говорю, меня зовут Андрей. Ну, и как бы все, у нас на этом наши прения закончились, он меня выгнал, суд закрылся, первая часть, а вторая уже была такая, которую я рассказал, это вот именно с налоговой. Была, когда налоговая одну претензию сняла, это я уж не буду повторяться. Соответственно, как бы решение однозначно вынесено в пользу налоговой. Так что, не знаю, как здесь правильно, грамотно это рассудить. Я с морским правом знаком, но не на все 100%. Ну, по идее, там надо было после первого выхода закрыть заседание, как суверен. Да, он ничего не закрыл. Нет, нет, ты должен был закрыть. Ты же суверен, ты выше его. Да, я таких вещей как бы не знаю, я ему там пытался объяснить, что такое суд, в каком, согласно правилам русского языка, роде он, то есть, а я как человек, но я уж не помню, что такое я ему там говорил. То есть, и, соответственно, ну, таких вещей, что я как суверен имею право закрывать заседание, я этого не знал. Я тебе могу ссылочку прислать, я так делал. Ну, пришли, да, пришли, мне будет интересно. Добро, добро. Возможно, я буду этим пользоваться дальше. Благодарствую за очень интересную беседу, жду от тебя фотографии. Все, все, добро. А, еще вопрос, подожди. По поводу персональных данных, ты озвучил дату рождения полностью и фамилии, имя, отчество и, возможно, город. Это все повырезать? Или можно оставить? Ну, если честно, оставь, я как бы мне, я, в принципе, ничего как бы не боюсь, поэтому... А контакты твои можно указать, чтобы народ на тебя напрямую выходил? Да нет, ну, как бы я тебе объясняю, у меня как бы работа такая специфическая, я как бы... У меня работы много очень, поэтому я, как бы, у меня даже времени нет, свои дела поделать до конца. Я, как бы, не могу давать советы, не могу даже, как бы, это для этого есть, скажем, люди, вот, такие, как ты, которые занимаются это в группах. Я могу там коротко рассказать свою ситуацию, а на меня можно просто ссылку сделать, и все, имеется в виду ссылку, что есть такой человек, вот он сделал так. А вот конкретно, что он может вам рассказать, зачем мне это, мне, во-первых, это не нужно. Ясно, ясно, без контакта. Да. Добро, благодарствую. Ну, все, счастливо. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok